Сколько Владимиров, Владимирский Централ, Владимир из Боярских, Боярский Продакшн представляет. Ох ты ё, новая заставка. Каникулы в январе – это самое время для активного отдыха. Особым спросом в этот период пользуются горнолыжные курорты. Однако позволить такой отпуск себе могут только люди с высоким достатком. Бизнесмены, олигархи, звезды шоу-бизнеса и те, у кого хорошая кредитная история. Это Владимир, парень, который к концу 2022 года подошел, имея на счету круглую сумму и круглое лицо. Однако, благодаря своим феноменальным финансовым способностям, он сумел в считанные минуты оформить кредит. Прямо сейчас парень собирает чемоданы и готовится отправиться со своим другом Дмитрием в экстремальное путешествие. С места сбора наш специальный корреспондент, эксперт в области путешествий. Однажды он с друзьями так весело отдохнул в Вегасе, что даже украл тигра у Тайсона. Пожалуйста. Ну не бред ли? Ну не бред ли Купер передо мной? Давайте. Вместо ухоженного коридора он тратит деньги на красивые горы. Пересадка в Москве, а не та, которая нужней. Что заставляет банки давать деньги на цели чертей? Владимир планирует на деньги, взятые в кредит, провести незабываемый отпуск. Однако, по нашей информации, по приезду домой парня ждет небольшой сюрприз-тов, который опишет его имущество. Да, 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 красавчик. Молодец. Владимир не проявляет агрессии и максимально спокоен. Все дело в том, что отпуск парня спланирован до мелочей. Владимир продолжает игнорировать нашу съемочную группу. Дело в том, что парень уверен, на время отпуска мы прекратим работу. Ему осталось потерпеть до вылета. Это Владимир, легенда тревел-блогинга. За свою карьеру парень объездил весь земной шар в России. Путешественник бывал во многих тайных пещерах на руинах древних городов. Отмывал сосиски в устье реки Амазонка. Посещал легендарную историческую усадьбу у бабушки в Барнауле. А также провел невероятную серию вертолетных путешествий перед сном. Тревел-блогер Владимир бывал во многих местах, где до него не ступала нога человека. И после него тоже ведь отпечаток копыта не считается. Сука. Давай, доставай свою тилду там. Пассажир, трест. Какой счастливый. Тревел-блогер Владимир сейчас находится в самолете и уже готовится к взлету. Многие люди боятся летать, однако из-за частых путешествий авиаперелеты для Владимира стали обыденностью. Можно мне тоже пакетик? Летит чертерным рейсом, а как чартерным. Мне плевать не буду, это просто если хавчик останется, сложить потом. Владимир профи в авиаперелетах, но несмотря на это, каждый раз он тщательно изучает всю литературу по безопасности. Ну, а слышь, пьется, может быть, здесь. Владимир, вы как опытный тревел-блогер, расскажите, как бороться с аэрофобией? Припухнуть надо. Только до аэропорта, потому что в аэропорту грязненько торгают. Мы с Димоном до этого нормально посидели. Его лицо, посмотри. Какой несчастный. Понимаю. То, что вы посидели на его лице, помогает бороться с аэрофобией. Выгибите, я его объясню как. Интересный способ бороться с аэрофобией. Владимир принял снотворное и отправился в мир снов. По словам тревел-блогера, каждая баночка такого снотворного сокращает перелет на час. Владимир обладает уникальной мышечной памятью. Каждый раз, принимая снотворное вместе с Дмитрием, его тело принимает форму, приспособленную для дальнейших действий со стороны Дмитрия. Ты уснешь, я тебе этот микрофон в рот ставлю. Полет завершен. Как чё, на территории Эклай? Требони Эклай, да. Владимир добрался до гостиницы и первым делом начал досконально изучать номер. Номер один, четыре двойки. У меня фильтрованная, светлая. Любой. И вот положено начало спортивно-оздоровительному отдыху. Размявшись, парни отправляются спать. Отпуск Владимира стартовал. В планах у него активный отдых. Однако, в зависимости от настроения Дмитрия, отдых может стать и пассивным. Сдвинутся ли эти кровати для того, чтобы всё остальное раздвинулось? И понадобится ли утром кроватный Моисей, чтобы развести их в разные стороны? Дайте поспать. Они чё, собаки что ли, чтобы их развести? Надо было. Я понял, что про кровати автор книги «Жизни с котами» в гостях «Хорошого дома лужи». Бля. Мне кажется, это скорее всего про жизнь с псами. Ну да. Нормально. Наша съёмочная группа понимает усталость Владимира и организует ему спокойный сон. Первый день активного отдыха тревел-блогера стартует с прогулки по Красной Поляне и любования местной архитектурой. А, то есть они в Сочи. Владимир, расскажите, как вам на Красной Поляне? Ну что, так и не добрались. До Красной Поляны, да. Как в Европе. То есть, как в Европе вы можете гулять вдвоём с Дмитрием, не стесняясь. У тебя, блядь, не стесняющаяся, ебаху тут. После изучения архитектуры Владимир на такси отправляется в Сочи для того, чтобы посетить набережную и закупить сувениры. Слушай, реально, чёрт, вот он хорошо спит. Если он правда спит. Просто в любой удобный момент. Прикорнул. Охеренная способность. Я просто буду в состоянии разваренной вермишели, но спать не буду в пути. Потому что тупо невозможно. Только я разосплюсь, остановка меня будет. Настя, ты пойдёшь туда, ты такая, сука, я только разоспалась. Чтобы передвигаться по городу, парень использует стандартное для людей с копытами средство передвижения электросамокат. Электросамокатчики, или как их называют, представители любителей городского бесячего транспорта. Как быстро пешеход, пересевший на электросамокат, пересаживается на лицо своего друга? Давайте разбираться. Как получается, что ещё вчера ты шёл пешком, а уже сегодня едешь петушком? Какой путь преодолевают люди от электросамоката до электросамотыка? Сколько в уши... Да, про некоторых, я так понимаю, люди в больших городах так и думают, и так и хочется сказать. Это то, что это опасные ребята. ...будут ссать нам в уши, это и многое другое в авторской программе о нестандартных средствах передвижения поезд Пуканда. На этих кадрах Вячеслав, парень рассказывает, что его брат всю жизнь был обычным неприметным парнем. Однако в один момент с ним начали происходить необъяснимые вещи. Я чётко помню этот день, мы просто шли по Сочи. Я, мой брат, его друг, ну тогда ещё его друг, и в какой-то момент прозвучал голос, после которого всё изменилось. Сначала мне показалось, что это звук, с которым запускается электросамокат, но это не так. Это некий гипноз, который может сделать из обычных друзей необычных друзей. Для того, чтобы понять, что скрывает этот звук, мы обратились к профессиональному лингвисту. И выяснили, это древний скриптонитский язык с чубакским диалектом. Более того, учёный прислал нам расшифровку этого послания. Наша съёмочная группа решила внимательно изучить электросамокаты. И нам удалось обнаружить некий запрет кататься вдвоём. По нашей информации, такой запрет появился не случайно. Вставать на один электросамокат вдвоём действительно опасно. По словам экспертов, сегодня вы встаёте к другу на самокат, а завтра у друга встаёт на вас. Таким образом, становится понятно, электросамокатность по-настоящему опасна. Сейчас Владимир и Дмитрий уверенно едут вперёд, оставляя проблемы позади. Не зная, что их проблемы позади только начинаются. Парни встают на очень скользкую, хорошо смазанную дорожку. Как говорил классик, сегодня ты счастливый, куда-то направляешься на своём уренте, а уже завтра кто-то на тебя направляет свою уретру. Ну, блядь. Да сколько можно? Хотя, собственно, что ожидать-то было? Ну, раз Дмитрий поехал с ними. Конченный просто смысл. Без... Владимир приехал на место и паркует свой электросамокат. Господи! Так вот, как ваше времяпрепровождение Серёгой называется. Ну, блядь. Полысень, раскрыли. Всю конспирацию сломали. Подконченный просто смысл. Владимир приехал на место и паркует свой электросамокат. На первый взгляд может показаться, что Владимир фотографирует электросамокат, чтобы завершить аренду. Однако его не зря называют гением среди мошенников. Изучив его смартфон, нам удалось выяснить, парень решил продать электросамокат на Дроме, слегка изменив его название. Казалось бы, наглый поступок, однако позже мы выяснили, что это не единственное объявление Владимира. А также недавно он выставил ягуар, свою старую шестёрку и многие другие ненужные ему предметы. Приложение Дром было выбрано не случайно, ведь там самый большой выбор авто, а также самые подробные отчёты об истории. Как говорит сам Владимир, за машиной иди на Дром. Добравшись до набережной, парень очень хочет поделиться красотой курорта с друзьями и близкими. Поэтому подходит к выбору подарков максимально старательно. Просто магнитиков всем наберём и всё. Владимир традиционно... Ну блин, если много собираешься каких-то этих, то да, ну как бы типа... Мелочь всякая, типа магнитиков и прочее. Кому-то более близкому что-то более побольше. Может быть вибрирующее. Более близкому более побольше, все всё поняли. Да, да. ...магнитики из отпуска на три категории. Себе, родным, друзьям, остальным. Я думаю, соседу пойдёт. У меня вообще с чемпионата мира пластиковый стакан привёз. Как нам... Ха-ха-ха-ха! Магнида! Удалось выяснить, Владимир не случайно в отпуске закупает так много магнитов. По нашей информации, в древние времена магниты использовались для того, чтобы отпугивать злых духов. На домашнем холодильнике Владимира можно заметить огромное количество магнитов. Однако, судя по его объёмам, они не справляются с отпугиванием этого чёрта. При помощи новых магнитов парень планирует усилить магнитное поле у холодильника и похудеть. Что-то в магазине чуть-чуть несёт после покупки... Ха-ха-ха! Владимир кринжанул! Ага! Как говорится, у кого быстрее появится своё притяжение и своё магнитное поле? У холодильника или у Владимира? ...магнитов Владимир решает заняться серьёзными делами. Пошли в тюрем днём! Давай! Владимир берёт инициативу на себя и старается попасть, чтобы выиграть хороший приз. Ладошка, спасибо! А передёргивать надо? Нет? Ладошки Владимира выработали природную смазку, и он по привычке захотел передёрнуть. Больной люди встаёт. Слово «тир» появилось в древности, во времена лучников, и переводится с французского как «натягивать». По нашей информации, Владимир привёл Дмитрия именно в тир, чтобы выиграть ему приз, а потом ночью его тир неоднократно. Что? Тут люди стоят. Владимир показал своё мастерство в тире и забрал заветный трофей. Вот, кстати, второму соседу подарю. После прогулки... Хитёр! Хитёр! И по набережной тревел-блогер Владимир хочет отправиться обратно на Красную Поляну горнолыжным склоном. Снова совершив небольшой камин-аут, ребята пересели на такси. И в энергосберегающем режиме добрались до подъёмника. Сейчас ребята стоят в очереди за пропуском на подъёмник, так называемым скайпасом. Если бы Владимир ехал один, он бы оформил сам себя ласкайпас, но такой возможности нет. Ну что ли? Что-то что? Вылайк, скайп пазл. Зайдя на подъёмник, тревел-блогер Владимир... Люди причём больше реакции выражают на то, как Владимир бомбит. Просто, смотришь это. Возможности нет. Это чела вот это. Вылайк, скайп пазл. Опа. Чё вновь исходит? Подъёмник, тревел-блогер Владимир пользуется возможностью и наслаждается шикарными видами. Хоть бы у него палец, только страшно. Наблюдая пейзажи с высоты птичьего полёта, Владимир достиг полного умиротворения. Ну тут-то надо смотреть. Глазик слезится. Наша съёмочная группа с радостью готова помочь парню расширить полного умиротворения. Наша съёмочная группа с радостью готова помочь парню расширить палитру ощущений. Да ты гонишь? Всё, отстань. Смешно. Владимир добрался до горнолыжной... Ясно, Владимир побаивается высоты. По-моему, это и так было ясно. Да, я что-то как-то не понял. Я помню, мы когда на колесо обозрения, которое всё ещё стоит у нас в старом городе, удивительно, что его не убрали, ездили... Это был, по-моему, летний лагерь, наверное, один из первых, когда я плаванием занимался первый или второй год. И с нами это мы... Я не помню, с кем я был, но я знаю точно, что с нами сидела наша тренер. Ещё на то время более молодая, которая нам больше нравилась. Пока она не уехала в другой город. И вот она боялась высоты, такая. Только не крутите, только не вертите. Ну, конечно же, мы крутили немножечко. Говнюки малолетние. ...база, однако, неожиданно решил отложить катание. Так как по случаю... Владимир добрался до горнолыжной базы, однако, неожиданно решил отложить катание. Так как по случайному стечению обстоятельств неподалёку проходила презентация нового смартфона Realme, которую Владимир никак не мог пропустить. Куда ты нас ведёшь? Как оказалось, причина такого ярого желания сходить на презентацию в том, что её вёл по-настоящему талантливый ведущий, профессионализмом которого Владимир восхищается. Ведущий оказался действительно талантлив. Более того, во время презентации Владимиру по-настоящему повезло. Сейчас мы разыграем настоящий смартфон Realme 10 Pro среди всех, кто присутствует на этой презентации. Впрочем, буквально случайному человеку, ну пусть... Вот, парень, подойди сюда, пожалуйста. Мы вручаем тебе настоящий смартфон Realme 10 Pro. Пожалуйста. Кроме этого, ты получаешь уникальную возможность сняться в рекламе смартфона Realme. Ты счастлив? Нет. Нет. Как зовут? Ты знаешь. Даже если в жизни ты толстейший чёрт с прической в стиле вертолётной площадки, при помощи 108-ми мегапиксельной камеры на смартфоне Realme 10 Pro ты можешь в одну секунду получить качественное фото толстейшего чёрта с прической в стиле вертолётной площадки. И вот Владимир готов покорять горнолыжные склоны. Первым делом он определяет уровень подготовки своей команды. Я вообще кататься не умею. Потом разберёмся, я думаю, нормально всё. Определив уровень подготовки, Владимир проводит инструктаж по технике безопасности. Берёшь так вот, лыжу тугом ставишь и тормозишь. Я на сноуборде хочу. Лик без волос. Наверное, так же. Ну, это лик без, только лик без волос. Да. Я на сноуборде хочу, но на сноуборде посложнее, наверное, будет, чем на лыжах. Нет? Примерно одинаково, просто они разные. Ну, то, что они разные, я понимаю. Там одна, а тут две. Я не знаю, как ты будешь будет тормозить. Ну, это же главная проблема, что ногами будешь вот так вот делать. Ну, гатишься. И вот команда... Кому-то легче одну в какую-то другую. И тормозишь. Я на сноуборде хочу. Ну, как знаю тогда. Наверное, так же. Хотя, как там... Я не знаю, как ты будешь будет тормозить. И вот команда... Он такой, объяснил, как тормозить на лыжах. Такой, ну, на сноуборде хочу. Класс. А, наверное, так же. Ну, да, действительно, на сноуборде так же, как на лыжах. Ну, там, по идее, ты заворачиваешь. И я... Команда прибыла на место. Первым делом ребята подбирают экипировку. Я, наверное, на маленьких буду. Мне на больших неудобно. Мне на больших неудобно. Владимир процитировал своих любимых актрис. Конченый, сука. Традиционно для того, чтобы сохранять тепло на горных склонах, горнолыжники используют термобельё со специальным утепляющим покрытием. Бельё Владимира оснащено уникальным черкашным покрытием. Это так называемое дермобельё. Что ты бил, что ли? Что ты черкашное? Иди переодевайся, что ты меня... Ты че... А вы подобрали штаны под цвет моего микрофона? Даже не поднявшись на высоту, Владимир уже не справился с давлением. Смирившись с тем, что... Понимаю. Понимаю. Будет поддувать, парень перешёл на следующий элемент экипировки. Вот так вот пальцами раздвигаешь, а потом ногу впихиваешь. Оп. Владимир рассказал, как обуваться по методу Алексея Панина и проду... Захал ты своим Панином в натуре противное, блядь. Алексея Панина и проду... По ногамочкам. Ногамочкам. Своим Панином в натуре противное, блядь. Дима, помоги мне. Очередное стандартное положение в нестандартных отношениях, и Владимир готов покорять склоны Красной Поляны, предварительно накрыв свою Красную Поляну шлемом, после чего команда отправляется на подъёмник. Откуда столько народу пришло? Владимир процитировал режиссёра Чебурашки и отправился наверх. В планах у команды провести спуск с горы с самого пика. Расскажите, какие планы после подъёма? Сейчас до пика поднимемся, а там можно будет и вас попить. Да не, на пике не хочу. То есть вы на пике не хотите, вы предпочитаете другой стул. Ты что, выйдешь отсюда, дебил? И вот команда на вершине. Владимир вместе со своим напарником покоряет горнолыжные склоны. Становится сразу понятна подготовка в команде на высочайшем уровне. Шлёпнулся бедняга. Владимир помог подняться Дмитрию. Типичная российская ситуация. И вот команда продолжает показывать высший пилотаж на трассе. Мы остановились, чистое крепление поправить. Владимир, насколько я понимаю, вы не случайно остановились у пихты. Это ваш так называемый перепихтовый привал, да? Вообще сосна, да? Ну подсосновая какая-то остановка. Подсосновый сейчас микрофон. Вставай, поехали. Выкрутился как сразу. Переэтывался под другое дерево. Перепихтовая. На губовку поснимаем без этого. Как часто в наше время мы встречаем людей, которые в обычной жизни максимально игнорируют социальные сети и ничего в них не публикуют. Однако в период отпуска у них происходят приступы тревел-блогинга. В этот момент их страница наполняется контентом. Как нам стало известно, такие люди являются членами тайной организации отпускных тревел-блогеров. Как гласит манифест этого секретного сообщества, если ты видишь облака из иллюминатора самолета, ты должен показать их каждому. Ну, я бы как минимум первый раз тоже для себя сфоткал. Потому что ни разу вообще и не летал, да и с учетом того, если я когда-то буду летать, я не уверен, что я потом буду летать. Ауф. Отпускные тревел-блогеры в социальных сетях максимально создают видимость того, что в отпуске они очень счастливы. А все, что вокруг, им невероятно интересно. Несмотря на то, что это никому не интересно. В интернете они создают образ веселых авантюристов. Однако, вернувшись в свою реальную жизнь, все заканчивается. По приезду домой тревел-блогер Владимир впал в посттуристическое расстройство. И по инерции продолжил создавать в интернете образ путешественника. Выложив большое видео из отпуска, используя уникальный неповторимый монтажный стиль. Так называемый видосик под музычку. Казалось бы, обычное видео из отпуска, в котором очередной отпускной тревел-блогер хотел украсть 7 минут из вашей жизни. Однако, изучив исходные файлы, из которых создавался этот ролик, нам удалось выяснить в каждом кадре здесь... Как же кромыки у него отсвечивают. Смотри, зеленый по бокам. А у него всегда так. Я не знаю, почему, если честно. Ягушечный Вячеслав. Ну, вообще, по идее, оно так не должно быть. Мне кажется, свет как-то неправильно стоит. Может быть, дело в самом хромаки. Ну, типа, может быть, он не тканевый, а какой-то отражающий свет. Ну, да. У меня такая проблема бывала, бывает только когда это... Башка не мытая или что-то блестящее. Случив исходные файлы, из которых создавался этот ролик, нам удалось выяснить, в каждом кадре здесь заложен тайный смысл. К примеру, это то, как был красиво показан один из моментов отпуска в социальных сетях. А это то, как это было на самом деле. Высоко, нахуй. Даже подмыхи спотерено. Это в соцсетях. А это на самом деле. Сука, как держаться бы. Мимо. А это на самом деле. Сука, как держаться бы. Мимо. Мимо. Соцсети. Правда. Димана Садь приспичила. Сука, мы сейчас ищем ТЦ, куда забуриться. Маленькая GoPro – большая ложь. Вся жизнь Владимира в интернете – это обман. Пока в соцсетях он предстает в образе путешественника, который покоряет трассы дорогостоящих горнолыжных курортов, в реальности он думает, как отдавать кредит за отпуск в квартире без ремонта. Пока в соцсетях он на лыжах гоняет с другом в Сочи, в реальности он дома гоняет в одиночестве. По нашей информации, все приступы тревел-блогинга Владимира происходят не просто так. Парень искренне верит, что его тревел-блог заметят. И он найдет себе работу ведущим Орла и Решки. Однако пока при помощи своего тревел-блога он сумел найти лишь Орла в свою Решку. Я удивлюсь, если это написал фейк Вячеслава. Для Дмитрия. Вячеслав, теперь жизнь Владимира буду описывать не только я, но и приставы специально для России 23. Это была история об отпуске Владимира, которую поведал вам я. Обычный, скромный и самый красивый в мире Вячеслав. Но дело в том, что все это была светлая сторона отдыха Владимира на Красной Поляне. А там, где есть светлая сторона, есть и темная, которую парень очень хотел бы оставить в тайне. Что, на зиру? Было что у нас? 30, 15, 32, 23. Хорошо, черное. Значит, это 28, 30. Это как прошло сегодня. Телепоходите. Спасибо за просмотр. До скорого.